Доброе утро, дорогие коллеги, дорогие друзья! Я в Санкт-Петербурге, сегодня третий день Национального конгресса кардиологов. Меня зовут Дмитрий Допляков. И, как уже водится на нашем конгрессе, я анонсирую сегодня мероприятие в рамках направления «Неотложная кардиология», которое состоится сегодня, в третий день конгресса, 23 октября. Итак, на что я бы обратил ваше внимание, что, наверное, вызовет наибольший отклик наших коллег, специалистов, экспертов. Это симпозиум, который начнется буквально через полчаса. Симпозиум называется именно так, как называются наши секции «Неотложная кардиология 2021» под председателем Сергея Николаевича Терещенко. Прекрасные спикеры Олег Валерьевич Аверков, профессор Жиров, профессор Голицын, профессор Евелов. И здесь будут освещены все вопросы, которые касаются инфаркта миокарда, остросердечной недостаточности, тромбоэмболии легочной артерии и нарушения сердечного ритма. Два симпозиума сегодня я бы выделил, которые касаются тромбоэмболии легочной артерии. Первый симпозиум, который будет проходить под председательством профессора Золотухина с участием профессора Андреева «Как меняются взгляды на венозные тромбоэмболические осложнения в эпоху прямых оральных антикоагулянтов?» Онкологические проблемы. И второй симпозиум – это симпозиум с участием профессора Аверкова и профессора Мартынюк. Там как раз будут сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии. И я думаю, что именно на этом симпозиуме вы узнаете много нового, как вести пациента с переоперационной тромбоэмболией легочной артерии. Опять же будут обсуждаться вопросы онкологии. Тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с мозговыми катастрофами. То есть такие серьезные вопросы, которые мы с вами в клинической практике, с которыми мы сталкиваемся нередко. И которые сложно однозначно принимать решения самому. А здесь эксперты помогут вам найти правильный путь. Два симпозиума будут посвящены биомаркерам. Симпозиум под председательством академика Беленкова и член-корреспондента Оксаны Михайловны Драбкиной. Как раз биомаркеры при сердечной недостаточности, при остром коронарном синдроме. Биомаркеры выявления кардиотоксичности. А второй симпозиум, который будет идти под председательством профессора Рутюнова. Здесь вы больше узнаете о популяционных особенностях, в том числе использования тропонина Ай и других биомаркеров в клинической практике. Ну и будет еще несколько интересных симпозиумов, которые бы я рекомендовал посетить. Симпозиум, который будут проводить интервенционные кардиологи, на котором будут разбираться вопросы, в том числе интервенционных вмешательств при открытом овальном окне. Это будет интересно, это будет занимательно. Так что хорошего всем третьего дня работы Конгресса. Хорошего всем настроения. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»